Провалы в своде и летящие искры. Таким Нотр-Дам увидели пожарные. С огнём в главном соборе Франции боролись более 400 человек на протяжении 14 часов. Быстро справиться с пламенем не удавалось из-за отказа от сброса воды с вертолётов. Это могло повредить конструкцию здания, которому более 800 лет. Ночью нашей целью было взять пожар под контроль, чтобы он не разгорелся вновь. Несколько возгораний возникли в башнях собора, но их удалось потушить. Сейчас угрозы огня больше нет, и главная задача определить, как здание устоит после такого серьёзного пожара. Причины возгорания неизвестны, но полиция намерена допросить рабочих, проводивших реконструкцию шпиля. Он, построенный из 500 тонн дерева и 250 тонн олова, рухнул в первые полтора часа пожара. За разрушением святыни с ужасом следили сотни парижан. Всю ночь они молились о спасении собора. Поживой цепи из Нотр-Дама выносили и передавали в мэрию, а на в пяти минутах ходьбы уцелевшие реликвии. «Вчера мы немедленно подготовили зал святого Жанна в мэрии. Это большой зал, где обычно проводятся выставки. Сейчас там хранятся и оберегаются картины и другие уцелевшие произведения искусства из Нотр-Дама, включая терновый венец Христа и тунику святого Людовика. Они сейчас в безопасности». При этом соборе всё ещё остаются многие произведения живописи. Они будут переданы в Лувр на этой неделе. «Великие картины, такие как майские полотна Нотр-Дама, работы 17 века, которые передавали собору каждую весну на протяжении 70 лет, вынесут из здания до утра пятницы. Мы предполагаем, что они не пострадали от огня. Но ущерб от дыма неизбежен. Мы доставим их в Лувр, где их осушат, восстановят и защитят». Работы по проверке безопасности будут проводиться в Нотр-Даме ещё двое суток. Сегодня утром инспекцию здания провела группа архитекторов и пожарных. Они отметили повреждение конструкции. Больше всего пострадал свод и фронтон северного трансепта. Сгорел деревянный каркас крыши. Его восстановление может быть особенно сложным. Для этого потребуется 1300 дубов больших размеров. «Что мы точно потеряли, так это деревянный каркас внутри, сделанный в 13 веке. Их называли лесом. Это 52 акра дуба. В 12 веке за такое богатство начинали войны. Сейчас в мире просто нет так много деревьев таких размеров. Так что это большая потеря». Помощь в реставрации уже предложили мастера музеев Ватикана. Но и они отмечают, предстоящая работа будет крайне сложной. Екатерина Бучнева. Настоящее время. Субтитры создавал DimaTorzok